друзья я приветствую вас на моем канале сегодня 12 марта 24 года вот думала что запишу даже с солнцем вам видео но не получается уже солнце нет уже как бы вечереет пока я была в поликлинике и вообще уже вроде как фонари включили а вот сегодня значит было записано к хирургу есть видео что я к нему пришла уже после 7 вечера можете его посмотреть он мне отказал как бы там в удалении потому что операционную надо убирать и так далее вы сможете посмотреть конкретно видео записано 22 февраля вот договорились с ним на 4 но 4 у меня получалось надо было так подгадать чтобы потом после его грубо говоря визита мне не мочить особо да там голову не мыть чтобы эти раны которые на шее мне сделано ничего не попадала вот и у меня как бы маникюр педикюр был записан на 10 число вот и соответственно я 22 когда было у него на приеме с ним записалась на 4 а потом уже через несколько дней он искал вы запишетесь мне позвонить он дал свой мобильный телефон вот вы запишетесь и мне скажете вот я стала все это анализировать тогда как бы как если он не сделает 4 то может быть там дней будет больше потому что у меня помимо пилом на ну тут шеи как бы да на теле еще на ноге была непонятная штука такая как водянистая то ли мозоль то ли киста и я думала что если он мне сделать вот как бы на 4 мы с ним изначально марта договаривались сделает мне узи и какую-то проведет там вскроет это то мне нельзя будет идти делать педикюры я решила что 10 сделаю педикюр и на 12 я запишусь чтобы уже конкретно не было вопросов с тем что не мочить там да вот и с головой чтобы вопрос решен в плане того чтобы там не попадал шампунь и всякие средства в открытые раны потому что ну кто не знает кто не смотрел мои видео то это же как бы я когда-то наверное в октябре наверное вам записывала что ноябрь был получается у нас сейчас двадцать третьем году вот в двадцать втором году в ноябре я сделала тоже мне как будто этим коагулятором сделали прижгли и я нанесла фукорцин и у меня дикая началась аллергия на фукорцин которая ранее не было замечено вот я после этого вообще боялась что-либо удалять но вот он сейчас горит йодным раствором прижигать вот я буду делать аквазана на что мне сто процентов нет аллергии потому что я аллергия говорю еще раз и со мной может вообще как бы в плане вот каких-то нанесения там на открытые раны чего-то произойти вот ну вот и я к чему все это рассказываю что 10 я была делала вот маникюр педикюр и мой мастер у которой мы уже много лет хожу с 7 года то уже получается сколько сейчас четвертый 17 лет короче будет вот я не помню сколько конкретно месяца вот давно хожу к ней и она и дочкам прокалывала уши они еще маленькие были вот я что-то не акцент не сделала на то что там вот этот надутый был вал как бы вот как как волдырь мозоль вот и она что-то схватила за палец короче все это вскрылось я говорю ты что сделала я же должна была идти к хирургу показывать то что у меня вот эта штука надутая от ее сдула вот ну в общем что делать уже как бы она вскрылась никакой узи ничего он мне не делал то есть я пришла показала он говорит ну это да это мозоль водянистый был и как бы ну то есть что делать только тоже как бы обрабатывать его чтобы он зажил то есть пальцем мы ничего не делали никакие манипуляции делали получается только вот убирали эти папилломы вот но он какие-то маленькие сильно не берет то что он в принципе делает обезболивание ледокаином я говорю вы будете чем брызгать он говорит нет брызгать не буду я буду колоть мы вот этой вот иглой которая не сулина вы которая тоненькая совсем там маленький такой шприц иголка там маленькая да такая не толстая вот и соответственно как сказать буду вот обкалывал и сразу же при прижигал этим коагулятором вот но я была на записаны сегодня на 17 12 вот он говорит вы во сколько чего я говорю ну вот я как бы сразу ко времени вам пока вам пришла вроде там никого не было около кабинета то есть достаточно быстро он все сделал вот сейчас основное что мне не было аллергии на это вот ну что приду пять дней он сказал не ходить в бассейн для меня конечно это многовато я просто прошлый раз подгадывала 22 чтобы это сделать и как бы дела и чтобы не ходить как бы вот одновременно да но у меня так не получилось просто сейчас переносить еще под дела ну там тоже перед когда делами начинается очень сильный болевой синдром и очень больно будет делать я не скажу что мне не больно было делать потому что он уколы как бы так аккуратно делал вот но у меня с этим хирургом уже была небольшая операция на ноге вот тоже есть видео отдельное посмотрите то есть у меня только положительные отзывы у него поэтому вот так что еще хотела что сказать вот как бы я живу в районе я хотела сказать что сейчас я уже поеду вот чуть-чуть запишу что здесь получается я ходила к эндокринологу у меня есть видео вообще лучше эндокринолог москвы можете его тоже посмотреть вот но теперь такая для меня новость буквально вот вчера позавчера она стала для меня известно что я как бы живу в районе москвы южная бутова и у нас к одной поликлинике относились два района северный и южная бутова но вот знакомая мне вчера сказала что в северную бутову было два филиала и как бы жителей северного бутова вот этого маленького так у нас 8 всего в общей сложности в нашей поликлинике в этих филиалов то есть головная и 7 филиалов вот жители северного бутова писали жалобу департамент здравоохранения что большой район сложно записаться много филиалов так далее и тому подобное вот и короче их отсоединили теперь северная бутова это два филиала относятся к чертанову южный ну то есть как бы получается другой район который с другой стороны к ним прилегает то есть с этой стороны было южная бутова а с другой стороны южная чертанова теперь получается к чертанова южная они будут относиться там четыре филиала их два будет 6 таким образом у нас останется 6 филиалов и у них 6 но чтоб понимать по транспорту это как бы хуже ехать тяжелее и причем получается в северную бутова две поликлиники осталась одна на ремонте куда их присоединили к 170 поликлинике голова тоже на ремонте и конечно неудобства но касаемо меня в плане того что я прописана в южном бутова у меня значит забрали два филиала то есть из восьми у меня осталось 6 вот но я на северный бутова как бы не езжу туда записываю все в южном бутова но поближе как бы говорится к дому да но туда я ездила только к эндокринологу только к нему она писала мне в приеме что просит открыть к ней направление открыть витамин d и я к ней приходила а теперь получается она относится к другой поликлинике в 170 и я к ней вот только пойду 14 числа через день потому что ну я как бы когда записывалась она еще принадлежала наши поликлиники то есть если это доктор не перейдет в нашу поликлинику ну чего как бы не знаю будет такой или нет то я к ней больше к сожалению смогу попасть вот такие изменения ну для меня говорю грустные и рентген то есть рентген из восьми поликлиник ну в этих филиалов делался в трех и сейчас получается одну как конкретно которую вот на вот этой улице ратты куда я должна была поехать и и получается отдали в 170 поликлинику то есть я уже записаны тоже на коленный сустав эту поликлинику там по времени больше подходило то есть я тоже получается если прошу перенести посмотреть что еще предлагается то мне предлагают столько уже не три адреса как было ранее а только 2 вот ну вот такие изменения которые для меня не в лучшую сторону произошли вот это буквально новости этой недели вот нашла чат еще в телеграм-канале южная бутова там вот было такое объявление потому что мне позвонила приятельница как раз когда я делала маникюр-педикюр и вот и приятельницы и сама вот эта маникюрша они как бы прописаны в северном бутово и они местали говорит а ты что не знаешь нам приходили смски на госслугах информация а у меня ничего не было поэтому и я как бы стала уже по территориальному признаку думать как так им пришло мне нет потому что вот кто маникюр не делает она сказала что к ней приходила мол медсестра из головной нашей поликлиники который сейчас на капремонте якобы всех перевели в этот вот но она что-то недопоняла и как бы с не совсем так что по ее информации что нас когда-то переведут в коммунарку но не знаешь нас период коммунарку что будет вообще как бы тогда вообще рядом с домом ничего не будет вот ну то есть вот всех оповестили по госуслугам по смс ком что теперь поликлиника как бы другая у них да вот и потом я уже сама когда провела эту параллель что они в северном бутово я в южном прописано и зашла в приложении мяс и увидела что куда я записана к андогринологу и на рентген и коленных суставов я записана на ратную и это ранее было 121 поликлиника 7 филиал по моему вот а сейчас это уже стоит как бы со вчерашнего дня что это 170 поликлиника 5 филиал вот и все как бы поменяли и все вот ну поэтому на этом все что я хотела вам рассказать на сегодняшний день подписывайтесь на мой канал ставьте лайки спасибо огромное кто смотрит мои видео кто вообще смотрит мой канал не только как бы длинные видео но и короткие спасибо что досмотрели до конца вот вам поклон мой вот увидимся в новых видео пока пока